Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Аш-Вод. С вами я, Юрий Гемельфард. Ну, разумеется, ну, кто бы сомневался, но самая главная новость дня, это, конечно же, выступление нашего вождя перед федеральным собранием. Ну, на этом, честно говоря, юмористическом шоу, на его первой части, где он там обещал, что, типа, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, это мы останавливаться не будем, что он обещал там поддержку малого бизнеса, кредиты через интернет. Кстати, не приведи господи, если это будет массовым. Я вот, к сожалению, я до сих пор не исполнил свое давнее обещание рассказать про то, как люди попадают в кредитную ловушку. И, кстати говоря, вот то, что кредиты можно брать через интернет в микрофинансовых организациях, многие наивные люди, они на это попадаются, и попадаются очень крепко. Но мы на этом останавливаться не будем. Ну, конечно же, всех впечатлили мультфильмы, показанные про новейшее российское вооружение, которого, ну, нет аналогов вообще, там невидимые ракеты, ну, это понятно, ну, что их не показали, ну, они же невидимые, их никто не видит. То есть, по принципу, вот ты видишь суслика? Нет, и я нет, а он есть. Ну, это понятно, не показали, но, конечно же, вот как Путин сказал, вот у нас есть комплекс «Авангард», и вот ракеты, которые из него выпущены, они совершают полеты со скоростью свыше 20 махов, правда, ну, это, конечно, было вообще, ребят, братцы мои, ну, вообще, ну, вишенка на торте. Правда, тут я вот, ну, такой вот гадский я, мерзкий я, вот знаете, что я сделал? Я логику включил. И, понимаете, тут в чем проблема? Вот дело в том, что один мах – это 343 метра в секунду, это скорость звука мах. И, следовательно, 20 махов – это 6860 метров в секунду. Но, понимаете, тут какая штука получается, вот для справки, так, на всякий случай. Дело в том, что первая космическая скорость, то есть минимальная скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы он совершал движение, вышел на земную орбиту, это 7726 метров в секунду. У меня, соответственно, вопрос возникает, вот такой гадский вопрос. Вот если, скажем, запустить вот 22 маха, например, летит вот эта ракета из комплекса «Авангард» с первой космической скоростью, вот куда эта ракета улетит? Она будет вращаться вокруг Земли и всем показывать, вот проклятым американцам, что вот у нас есть или она вот с такой скоростью пополнит нашу славную подводную группировку спутников в, так сказать, в Тихом океане. Вот это вопросы, конечно, остались. И также не стану я задавать вопросов о том, что вот наш великий ученый из Сколково, Алекс Лесли, вот который вот этими вот вопросами и занимался, а прославился он только своими секс-тренингами, вот не будем мы задавать такие вопросы. Ну, сами понимаете, ну зачем вот портить впечатление? Однако, если отбросить всякие шуточки с тем, что Владимир Владимирович с этими 20 махами дал маху, извините меня за каламбур, что сразу напоминает мне старый еврейский анекдот про то, как жена приходит к мужу и говорит, «Слушай, Хайм, ты знаешь, я дала маху, что ты натворила? Да ты понимаешь, ты вот дал мне денег на то, чтобы я сходила в гастроном, а там я этот кошелек потеряла». Ох, Сарочка, Сарочка, «Лучше бы ты дала Абраму Моисеевичу маху». Или вот насчет скорости, вот это точно, вот об этом еще тоже. Вот старый такой еврейский анекдот, что две соседки разговаривают, одна говорит, «Слушай, Рахиль, я таки не поняла, твой Изя, он все время хвастается о том, что он за ночь делает на тебе 7 махов». «Ой, Эстер, я таки тебя умоляю, у него мах – это туда-сюда, туда-сюда». Ну, вот, наверное, вот так. То есть здесь, конечно, с этим Владимир Владимирович дал маху. Но давайте отбросим шуточки и подумаем. Зачем вот вся эта безумная бредятина, от которой животы уже все надорвали от хохота? «Да, кстати, 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 ну, это же вообще-то нельзя, это просто нельзя, так сказать, упустить. Дело в том, что Сурков, он предложил назвать новый комплекс вооружений, вот который, ну, никто не видел. Вот вообще, ну, вот невидимый. Знаете как? Гиви. Вот тут я полностью власть поддерживаю. И также я констатирую, вот у аргентинцев кокс, видимо, вот такой, вот такой. Ну, прям, во-во-во, вот такой. Так вот, давайте мы все-таки с вами подумаем, друзья, отброс в шуточке, зачем вот эта вот безумная ахинея была сказана. На мой взгляд, если, опять же, не шутить и рассуждать совершенно серьезно, то, думаю, что смысл в этом был и был очень большой. Ну, во-первых, давайте мы не будем забывать, что в последние годы, во время де-юра третьего срока Владимира Путина, а де-факто четвертого, происходило семимильными шагами оболванивание и дебилизация российского населения. Это, как говорится, медицинский факт. Соответственно, мы, давайте не будем забывать, что основная ставка сейчас сделана именно вот на маргинализированную публику, у которой вместо мозгов Останкинский кисель и ничего большего, которые готовы с пеной у рта кричать «Ура, Крым наш! Россия впереди планеты всей! Мы самые, самые наисамищие, разноисамищие!» Соответственно, никто, собственно говоря, а в Кремле-то и не скрывает, что это была предвыборная речь Путина. Ну, так сказать, конечно же, запала на полгода, как это хватило с Крымом, там, разумеется, не хватит. Это тут даже фантазировать на эту тему не надо. Но на три недели, я думаю, этого запала хватит вполне, что, собственно говоря, Кремлю и нужно. Это понятно. Тем более мультики там были, ну, совершенно замечательные, совершенно прелестные. Вторая причина. Я убежден, что это сигнал военно-промышленному комплексу. Давайте мы не будем забывать, что в Соединенных Штатах военный бюджет, он, если я не ошибаюсь, 636 миллиардов, а вот на следующий финансовый год они запросили 686 миллиардов долларов, то в России 46 миллиардов долларов. Я так думаю, что под эту сурдинку, разумеется, господин Шойгу и ВПК вообще, они запросят весьма и весьма значительные суммы. И распил там будет грандиозный, так что аргентинский кокс он уже будет отдыхать. И я так думаю, нас в войну, конечно, ждать, это дело дохлое. Конечно, никакой войны не будет, тем более, ну, давайте мы не будем забывать, где учатся отпрыски основной массы нашей элитки, где они хранят свое честно, ну, абсолютно честно, ну, вот вообще наворованное, ну, заработанное, ну, конечно, заработанное, ну, как же по-другому, бабло, все, что украдено непосильным трудом, ну, все хранится там. Ну, давайте реально смотреть на вещи, ну, не будет там никакой войны, ну, но ядреную кнопку Владимир Владимирович Путин поглаживает, устраивает с ней такой очень интересный петинг, но нажимать ее явно не будет. Но под эту сурдинку, конечно же, ВПК денег распилит столько, что мама не горит. Плюс это доклад, он оказался очень кстати, я считаю, очень кстати, как раз к кокаиновому скандалу. Разумеется, российская публика, она привыкла к жареному, и, безусловно, все и думать забыли о российском коксе. Тем более, друзья мои, что мне дает основание думать именно так, а не иначе? Я сейчас вам покажу одно изображение, одно сообщение, которое мне прислали друзья. Вот получают вот такие вот змеевод, было послано одному моему товарищу такое замечательное послание пару дней назад о том, что типа заткнитесь и хватит обсуждать эту тему с аргентинской мукой и прекратите и так далее и тому подобное, что, мол, плохо вам всем будет. Вот. Но, как мы видим, российская публика не вняла этому грозному, очень грозному, такому страшному предупреждению и продолжает изобретать мемы, продолжает хихикать про груз-400. Но это понятно. Тем более, что вот тут в этом деле оказался замешан какой-то православный монах, то ли отставной, то ли не отставной. Потом на следующий день, вот мы вчера с вами на эту тему разговаривали, так сказать, задержались четырьмя килограммами кокаина, какого-то гражданина неизвестно имел он отношение к российскому посольству или не имел, но, в общем, событие веселое. Разумеется, теперь почтеннейшая публика забудет уже про весь этот кокаиновый раскардаш и начнет обсуждать и ерничать на тему, так сказать, совершенно невидимых ракет, прям как суцлик, а также автоматических подводных лодок, которые, ну, на такой глубине плавают, ну, на такой, ну, так они плавают, наверное, разыскивают подводную группировку российских спутников и контролируют ее, ну, как иначе-то, ну, она же пополняется постоянно, она, а учет и контроль, друзья мои, учет и контроль, это же первое дело, первое дело, так сказать, обязательно, в обязательном порядке это надо контролировать. Так что, и последнее, что я считаю, была причина для подобного рода доклада, это, так сказать, ответка американцам на кремлевский доклад. Мол, если вы будете поступать с нами нехорошо, то петинг с ядерной кнопкой, он может перейти в глубокий куниглус, так сказать, говоря по-научному, конечно. Все очень возможно. Вот только меня тут терзают очень смутные сомнения. Я даже, вот знаете, друзья мои, я даже не о том, что о каких разработках вообще может идти речь, когда в нашей стране даже смартфон не могут сделать свой отечественный. О чем говорить, когда наше авиастроение угрохано? О чем говорить, о каких инновациях можно говорить, когда при слове Лада-Калина у людей начинается, скажем так, икота от смеха. Речь не об этом. А я вам расскажу одну реальную историю. И дело в том, что много лет назад, еще во времена первой холодной войны, американцы запустили дезинформацию очень проработанную, они долго прорабатывали. а суть которой состоял в следующем, что в Америке в скалистых горах создана подземная сеть тоннелей для ядерных ракет и, соответственно, уловить их низкакого спутника и приведение их, собственно говоря, в боевую готовность, выдвижение их на боевые позиции обнаружить нельзя. На что был расчет? Расчет был на то, что в Советском Союзе начнут делать то же самое. Там прекрасно подсчитали, во что это выльется и ожидали, что СССР на этой ответке просто обанкротится. Вначале американцы потирали руки, потому что в Кремле эту дизу восприняли на полном серьезе. Она, я говорю, она была хорошо подготовлена. Но тут американцы просчитались и делать подземные тоннели в Советском Союзе не стали. А именно тогда внедрили боевые железнодорожные ракетные комплексы, так называемые БЖРК. То есть стратегические ракетные комплексы подвижного железнодорожного базирования. И именно они до момента краха Совка это был действительно реальный кошмар Соединенных Штатов. Так вот к чему я привел этот пример. А к тому, что страна, у которой 1,7% мировой экономики и вот с таким научным потенциалом, когда великие ученые, они прославлены только своими секс-тренингами и когда страна, которая айфон свой не может сделать в то время, как другая страна, та, у которой 25% мирового ВВП, она уже там частная компания к Марсу запускает ракеты. Чувак там такой есть. Илон Маск называется. Я так думаю, что в ближайшие годы Кремль может ждать очень неприятная ответка, причем научно-техническая, которая вот все вот эти вот страшилки, она просто нейтрализует и нейтрализует новыми технологиями. Без войны, без выстрелов, а просто внедрением. Потому что ведь вы поймите, что любое без исключения научно-техническое достижение, оно важно только и имеет смысл только тогда, когда оно запущено в серию, когда имеются подготовленные люди, когда это в серию не запущено, пока это все существует лишь в чертежах и мультиках, и даже несознанное ОКР, опытно-конструкторские разработки. Ну, о чем говорить? Ну, что я могу сказать? Ничему господ кремлевцев история не учит. не учитывая, не учитывая,